Всем привет! Я вам обещала снять видео о моих тенях, какими я пользуюсь, какие мне нравятся или нет. Что в моей постоянной косметичке, да, на каждый день, чем я пользуюсь, а что я вообще не рекомендую. То есть только тени сегодня. Я их тут в шлеме набрала. Давайте я сразу начну с худших, а потом перейдем к самым лучшим. И если бы у меня подружка, например, да, или, там, у меня сестра спрашивала, что мне купить, я бы сказала, вот это бери. Потому что она стопудовывает, скорее всего, подойдет, понравится. А вот это даже не думай. Вот про вот это даже не думай. Это косметика Makeup Revolution. То есть, девочки, я никому не хочу обидеть или, там, задеть. Если этим пользоваться вам нравится, окей. Просто в моей коллекции, для моей руки, когда я попользовалась, попрактиковалась, это не самый лучший выбор, не самое лучшее качество. То есть я нашла еще лучше. Это будет в конце видео, что я нашла лучшее качество. Я именно сейчас не про цвета или что-то про пигментацию, стойкость теней, про разнообразие, может быть, в коллекциях этого бренда. Чем бы я пользовалась? Что красиво, короче, на глазах вылить, что не очень. И никого обидеть не хочу. Это Revolution, Makeup Revolution London. Она в Турции в Атсенсе продается, в России тоже много где есть эта косметика. Почему нет? У меня было 2 или 3 палетки яркие, я их покупала чисто, вот, всякие макияжи делать, типа, не для видео в основном, чтобы яркое, что-то не на повседневку. Качество отвратительное, мне не понравилось тени, не стойкие, скатываются, не очень пигментированных. Пигмент чисто, вот, когда ты свочи на пальце делаешь. Давайте я уж свочить сегодня не буду мараться. Но выглядит красиво все в палетке, но только супер с праймером, если наносить. Короче, вот этот, на повседневку нет, вот этот геморрой мучается вот этим, ковыряться. Ну, короче, такое себе. Палетку цветную яркую добивает моя дочка, чисто как вот играется с тенями, красит себе глаза. Для себя я, я вот это, почему осталось, я, наверное, куда-то тоже дену. Вообще, в итоге, из-за зеленых я оставила. Но мне проще даже купить какую-нибудь Наташу Динону с зелеными оттенками, чем вот эту здоровую держать. Короче, однозначно нет. Очень хвалили на рынке визиарт тени, они очень профессиональные, крутые. Я больше покупать не буду. Я вот купила вот эту палетку, которая называется Paris Edition у них. Они, кстати, не очень-то дешевые, не то, что не дешевые, они вообще очень дорогие, если мы берем граммы и так далее. Что с этой палеткой цвета классно, я ей крашусь на повседневку. Добью, никогда не повторю или, скорее всего, выкину, потому что я не смогу это добить. Ну, видите, дырочки вот здесь вот здесь есть. Уже довольно-таки много их используют. Вот эти два оттенка, они очень мягкие, не для транспортировки, перевозки. Этот оттенок разбился у меня в отпуске, обговнякал всю косметичку, всю косметику темный бордовый. А вот этот, не помню, как он раньше выглядел. У них очень много дюпов, кстати, в других всяких брендах. Найти такие цветы вообще нетрудно. А этот тоже просто лежа дома у меня, где косметика, тоже каким-то образом разбился. Хотя я вообще почти не прикасалась. Не очень стойкие, но они очень легко, деликантно сходят с века. На повседневку, для тех, кто не любит яркие, например, макияжи, довольно-таки пастельные, неплохие оттенки. Качество хорошее, очень мягкие. При этом вот подглазательно не крошится, когда ты макияж делаешь. Легко, классно тушуются, а то, что они мягкие. Но от этого не суперстойкие. Такое себе. Даже вот просто так попользоваться, ну, типа, на такой среднячок повседневный, тогда это дорого выходит. Нет смысла. Короче, цена заявленная и качество этих теней, в моем понимании, как с ними легко, какой эффект я хочу, ощущение такого дорогого на глазах каких-то теней, красивых, шикарных, люксовых, не производит. Я считаю, что даже на повседневку какие-то там, не знаю, коричневые там оттенки стандартно, лё, светлые, они все равно должны ощущение тень, сами тени давать, дорогого чего-то, да, не обязательно блестит как-то просто лощеного, красивого, ухоженного, не кляксы, не грязь никакая, чтобы это легко тушевалось, да, неважно яркость или еще что-то. Главное вот это ощущение некого свежести, да, то есть вот некачественные тени, дешевые, их тоже видно. И они ваши века и ваш взгляд, и вообще ваш лицо, весь вот это ощущение от лица очень дешевят, очень некрасиво могут выглядеть и очень портить все. Поэтому не важен бренд или цена, но, как правило, дорогие какие-то тени, они вот этот эффект создают, этого полегче найти, может быть, в дешевых каких-то марках это тоже есть. Вот этот эффект лощенности на века для меня он в приоритете. Это, если не значит, что это визи-арт, они легко, удобно стушуются, но минус, они сильно крошатся, эффект такой сильно не дают. Здесь такие тени, назовем так, эффект дешевизны, в них не супер какие-то там. У меня две палетки от Huda Beauty, есть еще одна, вот эта. Они отличаются очень сильно, это первые старые, вот эта мне нравится больше, сейчас к ней перейдем. Эти две я ими вообще не пользуюсь, я думала раньше собрать коллекцию, ну, выбрасывать или там отдавать, назовем так, кому-то тоже не планирую, пусть будут для вида, все равно мода циклично возвращается, скоро на эти тени опять пойдет мода. Почему нет? Тени, в принципе, неплохие. У Huda минус, так они все у нее всегда холодные, фиолетовые и любые какие-то даже оранжевые, яркие, все с какой-то холодинкой идут. Либо у нее капец какие-то рыжие, либо капец какие-то фиолетовые, холодные. На повседневку серединке у нее нет. Именно вот эти картонные старые палетки я бы не рекомендовала покупать старые всякие формулы, сейчас уже с выходом лет по пять, наверное, или даже побольше уже. Уже много новых инноваций, даже Наташа Динонна интереснее производит, даже Анастасия Беверли-Хиллс интереснее формулы теней. Старые вот эти палетки не рекомендую, они не очень, они стойкие, яркие, в принципе, да. Хорошо наносятся, плохо тушуются, пятнить могут, только с каким-нибудь праймером наносить. Короче, лишний геморрой не суперлегко, это все на веках. Поэтому вот эти вот картонные я бы не советовала, как раньше, которые, ну уже все, они свое отжили, они не актуальны, по цветам все новое, модное есть, и качество уже есть другое, гораздо интереснее, лучше даже у самой Худы. Сейчас это тебе уберу. Даже вот эта палетка Худы, уже в пластике, смотрите, еще одна зеленая, голубая такая, да, космическая, ее тоже можно посмотреть, тоже такая же какая-то, это уже инновация, это уже интереснее. Здесь уже другие формулы, видите, опять у них холодные фиолетовые оттенки, здесь уже блестяшки крутые. Сегодня мой макияж вот этой палеткой всей выполнен. Здесь у меня вот такой розовый, вот здесь в начале века. Затем, что я использовала, блестяшка вот эта, такая фолио, как она назовем, фольгалированная, вот здесь чуть-чуть ее не видно. В общем, они классные. Мне нравится, потому что у меня холодные оттенки в приоритете, у меня она очень подходит. Я и для картонной палетки, и вот эта, это просто земля и небо, разное качество. То старое, это новое. Те более пигментированные, пятнистые, плохо растушевываются. Это более мягкие, легче растушевываются, но они очень яркими и остаются все равно. Оттенки худые вообще, тени, они у нее всегда такие пигментированные, яркие. Если кто сейчас думает, что-то покупать, холодно любит, я вот эту посоветую. Или холодные блестяшки, кто хочет, да. Вот это больше для декорации, акценты ставить на глазах. Оно того стоит. Очень красивые вот эти акцентные вообще просто. Есть где-то, нет дюпов, повторов никаких, трудно найти, похожие. Я эту палетку реально советую. Прямо, с ней не расстанутся, она мне очень нравится. И теперь мы переходим к Наташе Диноне. Этих теней у меня больше, я только их в основном покупаю. В общем, мне кажется, от остальных со временем избавлюсь. Останусь пока, что меня устраивает Наташа на качество. И качество Наташи Динона для меня в данный момент я считаю самым лучшим. Также Анастасия Беверли Хиллс, можно об этом поговорить. Но так как у меня сейчас палеток никаких ничего нет, я пробовала. Ну, такое себе. Анастасия и Худо Бьюти, они где-то на одном уровне. Наташа Динона это другой вообще шаг, это другая ступенька чуть выше. Начнем с малявочек вот таких, да. Все говорят о том, что вот большие полноразмерные палетки малявки, они все разного качества. Можно сказать, но не супер большая разница. Вот такие большие пятерки, самые первые какие были. Это у меня пятерка блестящих всяких, какие теперь я не пользуюсь. Это акцентная блестящая пятерка, очень крутое качество. Эти классные акценты можно ставить на смоки макияжа любые, не только темные, но и дымчатые какие-то смоки. И на коричневые смоки, и на холодные. Это чисто вот на середину глаза блестяшки. Как блестяшки, качество офигенное. На какой-нибудь прамер держится крутяцкий. Ну короче, это просто one love. Нужно ли это на повседневку? Вот такая палетка, сейчас скажу, как она мне называется. Eyeshadow Palette номер 9 у меня. Девятое, тут название оттенков есть. Нет, не надо, я и не, даже я с яркими, у меня есть повод для видео краситься ярко как-то. Не на повседневку. Я и то этими акцентами раз в несколько месяцев я ее открываю. На повседневку это слишком ярко, слишком броско будет. Так что не надо, короче. Трата денег просто. Две вот таких у меня малявки есть. Здесь у меня mini love palette и mini gold palette. Очень удобно для транспортировки, перевозки куда-либо. Короче, неплохие вот в этом плане эти маленькие рефилы. Ты ими попользуешься, там если что, выкинешь. Короче говоря, очень практично. По оттенкам. Если вам это на каждый день подходит, почему бы и нет? Я бы не сказала, что здесь плохое какое-то качество. И я сравниваю с вот такими из последних, да, у Наташки, вот с такими качества, что здесь рефилы, что здесь очень даже практически одинаковые. Супер по качеству различий огромных я не вижу. Но они отличаются от вот этих больших классических или там акцентных палеток ее. Качество разное. Пигментация разная. То есть это вот на повседневку, кто хочет Наташу Динону, много теней не надо. И вот эти пять оттеночков, они мне подходят на повседневку. Я рекомендую вот в этих малявках покупать, если там есть цвета, которые вам подходят. Мне они, в принципе, подходят, но я каждый день вот так зеленая болотная палетка для разнообразия нужна. Вот я ту Revolution Makeup нафиг выкину или куда-то дену, а вот эту, скорее всего, себе оставлю. Здесь, да, все равно теплая тема идет коричневая с зеленым. Очень красивые здесь блески вот эти посередине акцентные. Вообще просто супер. Даже для меня особо такими болотными не пользуюсь, но под голубые глаза очень красиво смотрятся. Для меня палетка подходящая, она у меня будет. Не часто к ней руки тянутся, но она очень крутая. Здесь очень много оттенков, которые просто моно можно наносить. Ну, допустим, вот этот вообще очень прозрачный. Его просто вот сюда по контуру мы делаем растушевку с ним, а потом все веко, например, зелененьким, наверное, болотным. Масенький акцент какими блесками поставить. Очень клевый макияж. Вот эти тени уже в Малявке смотрятся дорого, люксово на веки. У тебя будут спрашивать, а что? У Наташи Динона очень классно, а что это у тебя на веках? Блески дорого, круто смотрятся, особенно при летом, при дневном свете, на солнечном. Так переливаются, именно дорого переливаются. Очень многие мне задают вопросы, турчанки, повседневные где-то жизни. Я просто не сильно ярко крашусь, подводка может быть, какой-то растушевка и просто акцентик блесками, и все, и тушь. Меня спрашивают, а что это у вас такое? А что у вас такое интересное? Это всегда какие-то разные оттеночки, переливаются. У нее очень красивые блески акцентные, они всегда дорого-богато смотрятся, вопросики возникают. И вот эта вот розовая, ну это на самом деле фиолетовая палетка. Я бы не сказала, что она вообще розовая. Это очень холодный фиолетовый, прям сиреневый оттенок. Я очень часто пользуюсь вот этим вот на повседневку, вот этими блесточками. Но желательно блестки от Наташи вот в этих малявочках на праймер какой-то или на липкую базу, глиттерную, короче, наносить. Тогда они меньше осыпаются и дольше держатся на веках. И тут у меня осталось еще три палетки от Наташки. Давайте к этой перейдем. Я ее фактически не пользуюсь, но она мне очень нужна и пригодится. Вот вы видите, когда яркие макияжи какие-то цветные. Оу-у-у, вот оно. Да, рефилы, вот эти большие классические акцентные палетки, как она раньше, из них только начинала. Они другого качества. Они плотные всегда. Даже матовые оттенки просто шик. Легко тушуются. Да, сыпятся, кстати, не без этого. Это просто цирковая палетка. О чем тут говорить? Все тут яркое, красивое. На повседневку не используются, честно, просто руки как не тянутся. Это очень пигментированно. И в реальной жизни это очень ярко, короче говоря. Но вот на камеру, для видео или на мероприятие какое-то я такое использую. Какие-то стрелки нарисовать цветные тоже. Короче, качество просто да. Покупать ли на каждый день. И вот с такими большими рефилами, а не самые дорогие у нее палетки. И в этом есть смысл. Если хотя бы половину из цветов в такой большой палетке с огромными рефилами, ты будешь использовать в своей повседневной жизни. Если 1, 2, 3, это того не стоит. Все остальное у тебя сваляется. Если как для коллекции или для каких-то поводов, пожалуйста, тебе некуда деть, деньги покупай. Мне это нужно для видео. Эти яркие акценты под одежду очень часто я подбираю. Да, мне она нужна, я ей там пользуюсь. Редко, но пользуюсь. На повседневку? Нет, не нужна только для тех, кто фанат, собирает, коллекционирует или любит яркие макияжи. И мне кажется, из ярких палеток всяких, много еще всякие там мейкап-блогеры, какие-то яркое что-то рисуют на глазах, экстра какие-то неординарные макияжи делают, я бы такую палетку для таких блогеров, наверное, вообще шик будет и топ у таких блогеров. Это дорого, но качество просто пушка. Они, кстати, очень часто, эти оттенки пигментированы очень, и довольно-таки даже трудно с века снимать, смывать эту косметику. Иногда красит века даже, но там пигмент просто пушка. И вот две вообще ходовые абсолютно палеточки у Наташки. Это моя повседневка каждодневная. Глэм пеллет и ретро пеллет. Глэм вообще на первом месте. Мне здесь, она очень холодная, и мне здесь очень практически все цвета подходят. Это значит, что они такие скучные, коричневые. Вот он плюс блестяшек. Обычно мы как привыкли акцент, блестки на какой-то подвижной веке и так далее. Они у нее все прекрасно, хорошо тушуются. Прикиньте, да, даже сатиновые с блестками. Это все может быть вот здесь в зоне растушевки. Прекрасно. Да, сыпятся они, осыпаются эти блестки, пока ты работаешь, но потом потер как бы под веком и окей. Все это можно и в складку, хоть куда. Мне вот это в Наташи нравится. Не так, что ой, матового нет, блин, что делать, куда мазать. У нее все и блестящие, и матовые, и всяко-разно можно и на все века, и акценты ставить и так далее. У нее все между собой прекрасно миксуется, перетирается, да, вот это все растушевывается, сглаживается и так далее. То есть, мои две ходовые, вот эта палетка, здесь более розовый акцент, да, но я и реже пользуюсь, потому что у меня для холодных вон та Huda Beauty Rose Quartz есть. Здесь, видите, она такая еще покоричневее идет. И вот эти две палетки, сейчас вот эту открою. Вот мои must-have и повседневка. Вот эта больше, а здесь акценты розовые, если я хочу. Я беру, например, вот этот вот цвет растушевочный, вообще практически прозрачный на века. Потом блестки какие-то розовые и так далее. Акцент вот отсюда беру. Также, например, вот этот акцентный, вроде темный оттенок, блестящий, на все века можно. Короче, если мы берем практику на каждый день, если я все это уберу, мне не надо снимать видео, акценты какие-то яркие делать, вот эти две палетки и ничего больше не надо вообще. Все, здесь есть холодные оттенки, коричневые, теплые, розовые, фиолетовые. Ну да, фиолетовое такое, не про желтое, оранжевое, это не моя вообще тема. Качество супер, тушуются супер, любой макияж можно сделать. Вот две палетки, если у меня все отобрать, или я, например, срочно куда-то переезжаю, и не могу взять все, что у меня есть, мне там надо что-то оставлять. Я беру вот эти две и в путь, короче, и у меня миньки, короче, еще один, просто еще немало весят, погоду не сделают. Все, а больше ничего не надо на каждый день. Макияжами на годы вперед обеспечен, потому что здесь столько грамм много. Здесь 20 грамм в этой палетке теней, и здесь 20 грамм, 40 грамм теней. Короче, это на многих долгие годы. Есть, кстати, в чем прикол, тенденция в Наташкиных палетках, они мягкие, конечно, сыпятся, я вам говорила, когда у меня есть очень часто, вот уже вот здесь, вот в этом рефиле, нельзя рефилы вставлять, они вот здесь вытаскиваются, да, магнитные, заменять нельзя, отдельно купить. Вот этот скоро закончится, у меня там уже дырка, то есть углубление точно есть. Здесь тоже у меня, да, вот в этом светлом самом для растушевки тоже есть углубление. Короче говоря, что будем делать, когда все это закончится, мне непонятно. Вот такие у меня тени, я вам о них рассказала, реально от души советую, то, что вот в начале было и не очень, не тратьте свои деньги на это. Я считаю так, вот, например, тушь, мои любимые ланком, да, они люксовые, дорогие, но ты купи одну ланком, на всякую фигню больше денег не трать, она точно тебе будет прекрасно служить, хорошо красить, у тебя будет классная там ресница. Закончилась, лучше ты реже покупай, но дорогое, чем всякий ширпотреб, и много, потому что ты купишь, тебе не понравится, ты выкинешь, оно быстро засохнет, например, тушь, стрёмно будет красить, какие-то глаза панды отпечатываться, течь и так далее. Вообще это того не стоит. Также про тени. Вот я куплю дорогих две палетки, но на очень долго, чем всякую фигню, вот эти Makeup Revolution и вот это вообще рядом не стояло просто. Слово качество вообще к Makeup Revolution и вот это рядом даже не пишем параллельно ничего. Я просто от души советую. Я за то, что купить раз и дорого, тем более это для глаз, это для лица, это с твоей кожей, глаза это очень важно, органы зрения, да, то есть что-то химическое непонятное, химозное тоже туда мазать, ну такое себе. Это проверенное, качественное. Короче, я вам советую. Но у каждого своё. Я и не говорю о том, что в каких-то нелюксовых, дешёвых брентах нет хорошей косметики, нет хороших теней, например, тех же и пигментации. Если есть что-то, кто вот нашёл у себя, у кого есть Наташа и попробовал что-то дешёвое, и сказал, о, да это же как Наташа Динона, я вас умоляю, напишите, пожалуйста, в комментариях под видео. Я 100% без каких-то сомнений пойду за вашим советом, куплю себе то же самое и опробую, с удовольствием сниму об этом видео. Если есть реальные 100% аналоги из бюджетного, дайте знать. Ребят, не жоптись, поделитесь информацией, пожалуйста. На этом у меня всё. Надеюсь, видео о косметике полезные. Они очень мало собирают просмотры, они очень сильно мне опускают статистику канала, потому что когда я снял видео, где много просмотров, и вот про косметику оля тысячи просмотров, Ютуб такой, типа, что с ней происходит? Наверное, её видео не будем давать в рекомендации, какую-то шнягу снимают, никто ничего не смотрит. Вот, поэтому я когда снимаю видео о косметике, мне две недели надо по статистике вылазить из вот этой ямы просмотров после этих видео. Так что ставьте лайки, распространяйте видео, пишите комментарии. Спасибо за внимание, всем пока.